Они привыкли все проблемы решать сами. Работают, воспитывают дочь, взяли квартиру в ипотеку. Жизнь рядовой челнинской семьи Маликовых перевернулась в один из самых радостных моментов, когда у них родился сын. Маленькому Тимуру в это воскресенье исполнилось два месяца, но ему уже ставят диагноз синдром Веста. Как это получилось и почему семье Маликовых впервые приходится просить помощи у нервнодушных людей, расскажем прямо сейчас. Вторая беременность Юлии была ожидаемой. Молодые очень хотели сына. Все это время мама чувствовала себя прекрасно. На сохранение ее не направляли. Кисерово сечение запланировали заранее. Операция прошла успешно и новорожденного Тимура врачи оценили на 9 баллов по Абгару. Это говорит о хорошем здоровье ребенка. Но уже в первые сутки что-то пошло не так. Я ждала его на кормление, но вечером на кормление его не принесли. Как оказалось, потом врач сообщил, что у него началась одышка к вечеру. После этого его перевели в отделение патологий новорожденных, но там состояние не улучшалось, только ухудшалось. И его перевели в реанимацию. В реанимацию у него к утру начались судороги. Вот первые судороги были. И его ввели в медикаментозный сон, чтобы в дальнейшем этих судорог не было. И он две недели у нас находился под воздействием этого лекарства. После еще две недели Тимур провел в отделении патологий новорожденных. Когда выписывали домой, родители утешали и просили подождать до 7-8 месяцев. Но материнское сердце чувствовало неладное. Месячного Тимура показали профессору Елене Морозовой, главному детскому эпилептологу Казани. Профессор дала рекомендации в 2-2,5 месяца срочно пройти полное обследование и приступить к лечению. Препаратов у нас, мы пили с реанимацией препарат, но у нас судороги он не купирует, нам он не помогает. Данные электроэнцефалограммы Тимура показали формирующийся паттерн гисотермии. На графике они выражены как хаотически разброшенные линии. Это признак синдрома Веста, редкой и тяжелой разновидности эпилепсии. Встречающийся у одного на три тысячи детей. Адекватных мер лечения его в России сегодня нет. У нас все равно в России один препарат, и только его мы можем. Что бы там в головном мозге нам не показал, нет повреждений, есть повреждения. У нас одно лечение, одна схема. Из личного опыта врач сказал, лучше езжать за границей, там схемы лечения принципиально другие. Но стоит это не дешево. Необходимо собрать порядка 70 тысяч евро. Сегодня семья Маликовых продает машину, земельный участок и даже квартиру, в которой живет. Продает имущество и бабушке. Но это дело не быстрое, а деньги нужны прямо сейчас, на счету каждый день. Обычно эту болезнь-то обнаруживают после 5-6 месяцев, а мы ее прямо на корню поймали. Нам нужно сейчас ее сразу же лечить и предотвратить последствия. Обычно у нас в России это глубокие инвалиды. Но надежда есть, и Тимур может полностью сохранить здоровье. Те, кто готов помочь этому, найдут реквизиты для перечисления и контакта родителей малыша на нашем сайте. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережная, Челны.